здравствуйте мои дорогие друзья сегодня небольшой сюжет о перчиках вот у меня посеянные перцы это посев 23 февраля всегда сажаю перцы 23 февраля у них уже растет первая пара настоящих листьев перцы я высаживаю выращиваю с пикировкой и сейчас я вам покажу как я ее провожу но вот эти вот у меня перца 2 сроков посева они у меня раз без пикировки вот это вот пораньше вы высажены вот это вот замоченные семена были 14 февраля вот здесь перца некоторые по 2 вот посмотрите если разница смотрите они немножко более вытянуты питание им не хватает листья них чуть чуть поменьше еще вам хочу сказать очень часто сейчас пошли советы от подкормки рассада вот посмотрите вот он результат подкормки растения у меня буквально за день после подкормки вот так вот вытянулись то есть такой пошел скачок в росте а при недостатке света и высокой температуры в квартире вот такой эффект то есть они начали тянуться не листья начали расти а вытянулся сам степень о том загружают ли перец пикировки хочу вам сказать однозначно да при пикировке и перевалки перец мы заглубляем какие проблемы у вас могут возникнуть при выращивании перца это остановка роста особенно после посева очень многие начинают паниковать перец зашел развернулся медольки и замер листочки первые настоящие не растут это происходит все нормально просто перец наращивает корневую систему нарастил корневую систему все дальше пошел рост листьев и так как делается перевалка что такое перевалка чем она отличается от пересадки это когда мы пересаживаем растение не нарушая земляного кома вот я уже смотрю что у меня происходит там внутри горшочка корневая система уже полностью его запомнила сразу сажать или сеять или пикровать в такие большие горшочки я вам не советую начинайте с маленьких кто-то жалеть свое время и говорит зачем я буду 25 раз ерундой заниматься я лучше один раз посажу в такой вот в литровый вот такой маленький сеяниц и все будет хорошо это опасно корневая система может загнить потому что очень тяжело угадать с поливом а перец он капризный он не любит перелив если вы хотите чтобы ваша рассада не тянулась не надо очень обильно поливать перец тогда он не будет тянуться и так как я делаю перевалку вот у меня вот из такого стаканчика будет перевален в такой во-первых я делаю заглубление не примерно вот так смотрю сколько мне на дно насыпать земельки вот у меня земля грунт у меня террорита неплохой в этом году довольно таки питательный по структуре пролы рыхлости все здесь хорошо теперь я вынимаю вот этот вот вот так вот кладу на руку между пальцем у меня ствол нажимаю на стаканчик вот такой кулич как в детстве теперь его аккуратненько туда опускаю также двумя пальцами придерживаю за ствол и ложкой насыпаю землю так чтобы вам видно было так вот со всех сторон чуть-чуть прихлопывая не сильно чтобы та земля которая у нас на корнях не осыпалась вот она пикиров простите перевалка растение совершенно не замечает и продолжает расти если вот вытащить на следующий день земля вот эта новая сыпется останется старый стаканчик но во все стороны уже будут расти корешочки вот так быстро начинается рост корней во все стороны то есть в этих вот стаканчиках он идет вниз он тебя по кругу ему тесно вот здесь все на волю корни попали и они начинают снова заполнять этот объем земли и подсыпаю обязательно подсыпаю потому что перец как и помидор в такой стадии вот этого зеленого сочного стволика дает дополнительную корневую систему и баклажан то же самое я проверяла тоже баклажанчик дает дополнительную корневую систему все теперь как я делаю пикировку здесь у меня немножечко она еще маловато но придется просто показать на такой я пикирую когда у меня первая пара листьев уже достаточно хорошо развитая во первых если у вас так перцы дружно зашли вам столько не надо вот у меня семена были свои 18 года поэтому я посеял так дружненько уже часть я удалила что надо сделать почитать сколько вам надо 10 оставляйте 11 12 чтобы на сексу числа где-то что-то после перевалки после пикировки погибло было чем заменить остальные отрезаете ножничками вот так у земли и так как я прошу кировку ложечкой во первых я насыпаю немножечко грунта суда забыла я водичку взять естественно потом поливаем и вот так кончиком ложки аккуратненько я так вот хлоп и выкапываю перчик вот он корень основной стержневой я его не прищипываю так теперь немножко пересыпала он должен быть заглублением опускаю аккуратненько пальчиками придерживаю и досыпаю по ширине стакана вот это вот разницу в диаметре сюда когда я выровняла вот это вот пустоту с тем уровнем который у меня был вот только тогда я поливаю проливаю совершенно немножко грунт у меня влажный не важно чтобы все пустоты вот там вот в этом в этой части были заполнены грунтом потому что вода как бы затягивает эти пустоты я поливаю то есть уровень старый уровень который здесь у меня был выровнен с уровня стаканчика делается полив а дальше я досыпаю вот этой влажной землей и уже полив я не делаю не нужно здесь плевать здесь у нас ствол корни у нас еще не даю вот эту часть не дала стволик у нас должен дышать он не должен быть в мокром болоте в мокром грунте влажный грунт постепенно у нас начнут образовываться корневая система дополнительные на этом стволике и тогда только мы будем поливать обильно то есть где-то через 4-5 дней можно пролить уже сверху как следует вот так вот я делаю пикировку своих растений своего перца какая разница очень многие говорят что после пикировки растения перестают расти и задержка до 2 недели там задержка 2-3 дня зависит как вы выполнили пикировку если у вас было большое повреждение корневой системы тогда да может быть и неделя будет задержка пока осенец восстановит корневую систему если аккуратненько вот так как я сейчас увидел мнение один крышок практически не повредился то он тут же продолжает расти никаких задержек нет у меня вот фотографии я их выложу где перцы пикированные где перцы не пикированные совершенно одинаковый рост во первых если даже у вас произошла задержка роста после пикировки то дополнительная корневая система это очень быстро компенсируется и еще вот есть такой способ пикировки вытянутые рассады когда колечком вот этого часть сворачивается стаканчики и засыпается у помидор этот фокус проходит у перцев нет я так делал на перца фоточку я приложу перец очень сильно начинает тормозить рост перестает просто развиваться распикирован нормально вертикально вот такой большой а тут с петлей очень маленький вроде бы дополнительная система но нарушается отток и приток питания к листьям то есть никаких петелек никаких закручиваний стволика с перца я вам делать не советую ну такие вот небольшие секреты выращивания рассады перца пока пока мои друзья